Друзья, всем здорова! Новый выпуск велоблога, вы же его всегда просите, но сегодня он не просто такой ни о чемный, он тематичный. Вот о чем пойдет речь, это мой старый шлем, ему уже лет 10 наверное. Шлемы столько не живут, очень хорошо, что я падал мало. Вон он полностью у меня уже разлезся и, ну короче, он ни о чем. В общем кататься в таком можно, но он во-первых тяжелый, голова в нем не дышит, но и при сильном падении, если не дай бог такое произойдет, он реально не поможет, потому что там уже все, ну пенопласт отслоился от пластика. Я решил купить новый, скорее всего джира, сейчас буду смотреть, выбирать, но для начала мне надо померить голову. На сайте джира есть вот такая инструкция, как мерить голову, чтобы потом выбрать себе правильный шлем. Это я сейчас и буду делать. Надо мерить так, над ушами, вот так и назад. Мерить. Сильно я умный или нет? 57-58, 58. 58 сантиметров, да? 58 сантиметров это medium. На ebay я сейчас выбираю. Здесь написано size M 55-59 сантиметров. Это то, что мне надо. Нравится? В общем я начитался и решил приобрести себе джиро black white savant. Ну в общем модель джиро savant. Вот так выглядит шлем. Я выбрал черно-беленький, мне кажется черно-белый, все хорошо смотрится. И сейчас я куплю его. Я выбрал с бесплатной доставкой. Buy it now. Поехали. Короче, друзья, пришел ко мне мой шлем. Вы можете видеть его сейчас на мне. Называется он Jiro Savant. Мой старый шлем, как вы видели, пришел в негодность. Он просто действительно очень старый. Это от слова старый. Не от того, сколько я в нем падал. Ему уже почти 10 лет. И, собственно, он меня уже не устраивал и по своим характеристикам, как безопасности, так и массогабаритным. Я его покупал, когда ходил с шевелюр огромный еще. И он большой. Короче, на меня это L-ка была. Мне нужна M-ка. И он очень тяжелый. Это два. То есть на голове, на дальней дистанции его, в принципе, нет резона надевать, потому что ты просто сдуреешь. Ну и третье. Он не вентилируется практически. То есть там несколько маленьких отверстий. Это плохо. Вот Jira Savant или Gira. Будем называть его Gira Savant. В чем прикол? У меня не было времени много искать шлем хороший. Выбирать, читать. Ну именно долго, подолгу разбираться. Потому что мой старый расслоился на две части. И много кататься без шлема. И долго я не хотел. Потому что отдаю себе отчет, что это небезопасно. Поэтому решил зайти на ebay. Вы это видели. И первым делом, конечно же, я пошерстил интернет. Просто по запросам лучшие шлемы. Что выбрать из шлемов. Почитал статей. То есть это все заняло около часа. Критерии были следующие. Хотел себе не китайца. То есть хотел себе качественного производителя. Ну естественно, как аксессуары вот такие для экшн-камер. Можно и китайские взять. От них ничего по сути не зависит. То есть плохие. Там пару долларов стоят. Окей. Пошел купил другие. А шлем это как бы первоочередная вещь по безопасности. Естественно, не хотел рисковать. Поэтому брал что-то надежное. Гира это очень хороший производитель. Я думаю, что велосипедисты знают и поймут меня. Почему Savant? Как всегда, как и велосипед. Я выбираю все по внешнему виду. Я остановился на нескольких моделях. И потом просто вбивал по запросам Versus, Versus и так далее. И Savant оказался самой сбалансированной моделью. То есть он стоит... Наверное, он не очень дешево стоит для тех, кто в принципе никогда себе шлемы не покупал. Он обошелся мне в 2400 грн. То есть он чуть больше 90 долларов стоит. Это не мало, на самом деле, если кто-то не покупал. Но хорошие шлемы, они стоят вообще порядка 150-200 долларов бывает. Смотрел опять же по обзорам. Ребята говорят, что вот этот не хуже. То есть это такой хороший уровень для дороги. Я покупал себе шлем не для дерта, не для стрита в основном. А именно дорожный шлем. Осознанно брал. Потому что я не прыгаю сейчас по лесу. Если катаюсь, то упаду сам виноват. Но он защитит. А вот на дороге ты не защитишься от водителей, которые там тебя могут подрезать, задеть. И ты просто-напросто об отбойник шарахнешься головой. Вот этот как раз шоссейный, аэродинамичный. И все, как я хотел. Он весит всего лишь 262 грамма. Нереально легкое, честно говоря. На видео не передам, но вообще на голове никак не ощущается. У него целых 25 отверстий. Я могу вести обзор буквально через дырки в этом шлеме. Обдувается очень хорошо. И, друзья, он сидит на голове, ну просто нереально круто. Я когда его первый раз сегодня вот с утра надел, я просто прифигел, насколько может быть комфортная вещь. Честно говоря, я не думал, что шлем вообще может быть настолько комфортным. Мне теперь его просто не хочется снимать. Ну и кроме всего этого, он еще и красивый. То есть я хотел себе в идеале черно-белый цвет. Вот как раз черно-белая модель была. Я у нескольких продавцов поискал. Мне M-ка нужна была. И на ebay я нашел таки у продавца черно-белый. Кстати, шло меньше 10 дней с ebay. Это реально очень... Это эпик, короче, вин я считаю. Собственно, основные спецификации, о которых нужно знать. Это in-mold конструкция. Дословно, внешнее твердое покрытие шлема из поликарбоната сплавливается с подкладкой из EPS. Это вспененный полиэстирол под большим давлением и температурой. То есть они супер прочные, намного лучше защищают, короче, при падении. Ну и, естественно, на массу это также влияет. И он не расслоится, как мой старый шлем. Ну и второе, самое главное, у него есть система ROCK LOCK 5. Такая вот штучка, очень удобная. Здесь не надо ничего затягивать. Один раз настроил, мне даже настраивать не пришлось. И там просто на голове можно раз, два, вот так вот затягивать его очень легко. И это прям сразу же, вот можете видеть, регулирует степень зажатия на голове. То есть под себя настроить его, это вообще не составит никаких проблем. Все очень-очень быстро. Ну и, друзья, очень-очень комфортно. Шлем действительно офигительный. Я думаю, что, ну, что еще про шлем сказать. Вот он, реально крутой. Хочу вам сказать, что недавно я проехал 170 километров с друганом на велосипеде. Без шлема, кстати, ездил, потому что его уже не было. Большую часть достаточно пути ехали по лесу, поэтому, в принципе, не хотела брать уже расслывшийся свой тот вот орех. И понял для себя несколько очень-очень важных вещей. Во-первых, нельзя ездить на длинное расстояние не в велоодежде. То есть не в велошортах как минимум, потому что натирается задница просто капец и тяжело сидеть потом. Это первое сейчас, что я себе куплю после шлема. И второе, нельзя ездить на дальнее расстояние с рюкзаком. Каким бы он не тяжелым не было, мы ехали без ночевки, вроде бы, что там чуть-чуть одежды, чуть-чуть еды, чуть-чуть воды, да и, ну, инструменты. Но, тем не менее, после 100 километров это просто нереально выматывает. Передавливает какие-то вены, артерии, у тебя все крутить начинает. Ну, это жесть, короче. Поэтому я себе обязательно приобрету багажник. Хочу не тяжелую конструкцию, то есть даже без упоров в перья. Хочу купить только в подсидельный штырь, но с доставляемыми упорами, если вдруг что. Такие багажники выдерживают в среднем где-то от 9 до 12 килограмм. Там сумочка есть на него удобная. В принципе, что там, полтора литра воды с собой кинуть, велоинструмент, какую-то футболку запасную, пару бананов, там, не знаю. То есть это далеко не 5 даже килограмм. Мне такой темы будет хватать с головой. Вот тогда бы путешествие-то было намного более комфортным. Поэтому эти вещи я в первую очередь приобрету себе. Очень скоро буду заказывать, естественно, я вам расскажу. Но, собственно, сама поездка, друзья, она получилась очень эпичной, интересной. 170 километров за день на велике, я думаю, вы понимаете. Поэтому давайте сделаем так. Я ее сейчас монтирую, а вы вот полайкайте это видео. 2000 лайков, потому что полторы мы уже делали достаточно быстро. Давайте 2000 лайков, я сразу же выгружаю видео с поездки. Это такой велоблок будет, ну, просто эпичный. Самый большой и самый крутой велоблок из всех, что были на канале. Поэтому прошу у вас 2000 лайков. Кстати, 2000 лайков на канале уже было. Так что, думаю, это не составит большого труда. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте комментарии, что вы думаете по поводу шлема. Какими вы пользуетесь. Не пишите, что вы считаете шлема-то не нужно. Потому что я не хочу разочаровываться в вас. Я очень доволен шлемом. Это вот именно из той серии, как я великом доволен, так я и шлемом доволен. То есть купил именно то, что надо. Причем вслепую это сделать оказалось достаточно просто. Потому что на сайте Гира есть инструкция подробная, как и где мерить сантиметром, чтобы не ошибиться. Спасибо за просмотр этого видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok